Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о новых подробностях Xbox серии X. С вас как всегда лайк, подписка на канал и давайте начнем. Совсем недавно в сети компания Microsoft опубликовала материал, в котором рассказала о ключевых особенностях новой игровой консоли. И что же нам стало такого известно? В первую очередь это 12 терафлопс, это в два раза мощнее чем Xbox One X. Аппаратная поддержка трассировки лучей, поддержка 120 кадров в секунду. Будет поддерживаться запатентованной технологией Wearable Rate Shading. Будет естественно кастомный SSDшник. Какая-то динамическая подстройка входной задержки, автоматический режим низкой задержки. Поддержка переменной частоты кадров, поддержка HDMI 2 и 1. И подтверждена кроссплатформенная покупка для всех игр Xbox Game Studio. Ну а также стало известно, что игры по обратной совместимости будут работать лучше без вмешательств разработчиков. Вот это кстати не может не радовать. И давайте теперь обсудим самое интересное. Насчет терафлопс, мне как человеку покупающему консоль на самом деле пофиг сколько там терафлопс. Поскольку в любом случае все зависит от оптимизации. Да, сразу понятно, что новые консоли будут мощными, это не может не радовать. Но вот как будут пользоваться этой мощностью, это пока не ясно. Это знаете, то же самое как ситуация с Xbox One X. Да, она мощная, но там не все игры идут в 4К и 60 фпс. И как бы вопрос, а где эта мощь? Опять же, не кидайтесь в меня бананами, я рассуждаю как пользователь, который хочет просто поиграть в видеоигры. И кстати, мне кажется, что майки специально делают акцент на терафлопсах, поскольку хотят по мощности не проиграть своему конкуренту. Ибо в восьмом поколении из-за той самой мощности, Хуан очень сильно хейтили. Что касаемо трассировки лучей, да, тут я рад, но это было известно и до этого. В 120 фпс в играх я особо не верю. Да, я понимаю, что всякие 2д игры по типу Бэттл Тоддс или Ори, возможно и будут иметь такую возможность. Но мне почему-то кажется, что только такие игры будут иметь эту возможность. Ну не как масштабные проекты. Поэтому пока что радоваться на данном этапе я не особо вижу смысла. И если честно, лично мне хватает и 60 фпс, прям с головой. Функция, возможность держать несколько игр в открытом фоне. Это, видимо, будет некое новшество, об этом мы говорили, но я все еще не понимаю надобности в этой функции. Типа вы сидите такой и думаете, хм, а не поиграть ли мне в другую игру? Переключаете, и там нет стартовой загрузки, поскольку вы ее уже включили. Клево, да, но лично мне не впадло начать с начального экрана. Как по мне, переключение между играми не так важно, как первый запуск игры. То есть, как по мне, было бы круто, если бы они сделали так, чтобы в приобретенную игру можно было сразу поиграть без каких-либо установок. То есть, если диск есть, игра запустилась и доустанавливалась на фоне. Это круто. Как бы да, нахуа не есть такая уже фича, но в большинстве случаев нужно ждать полной установки и еще обновления. И в данном случае я бы хотел, чтобы сделали как раз-таки первый запуск самым быстрым, нежели потом переключение. Кстати, напишите в комментариях, как относитесь к этой функции, нужна она, по вашему мнению, или нет. Насчет запатентованной технологии Variable Rate Shading. Опять же, не гасите за мой английский. Я загуглил, что это такое, и пришел к выводу, что играющим людям это должно быть фиолетово. Поскольку, если по-простому, то это просто технология сжатия файлов. И вроде как, при помощи нее, игры должны показывать хорошую производительность. То есть, по факту, каких-либо новшеств вы не заметите. Насчет автоматического режима низкозадержки и поддержка переменной частоты кадров. Если честно, я толком не разобрался и не понял, что это. Просто я веду спешу рано утром, очень надеюсь, что я доделаю его до работы, поэтому сорян. И если вдруг вы знаете, что это и для чего это нужно, то напишите в комменты, очень интересно почитать. Плюс ко всему этому подтвердилась кроссплатформенная покупка для всех игр Xbox Game Studio. То есть, когда вы покупаете игры для Xbox One, вы еще при этом получаете бесплатную версию для Xbox серии X. Это неплохо, но самое крутое тут то, что данную возможность будут давать не только эксклюзивным играм, но еще и сторонним разработчикам. Одной из таких игр стала Cyberpunk 2077. То есть, приобретая игру для Xbox One, для серии X она будет вам доступна бесплатно. Как по мне, это очень круто и тем более дает намек, что Xbox One может прожить намного больше. В общем, такие вот новости, не сказать, что прям очень крутые, но в любом случае они неплохие. Единственное, меня пока беспокоит тот факт, что майки пытаются играть в мощность, а не в игры. Но думаю, что пока консоль не показали, это лишь затравка тем, кто мощности уделяет большое внимание. Если что, более подробную информацию о новой консоли мы должны получить либо в апреле, потому что по слухам говорят, что именно тогда будет презентация, хотя может быть это и фейк. Либо же на E3 2020. Короче, ждем. На этом у меня в принципе все. Если понравилось видео, с вас лайк, подписка на канал и пишите, что вы думаете по этому поводу. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. И все, я убежал, а то начальник меня очень поругает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...